Итак, вот тазобедренный сустав артикуляцию кокса или артикуляцию кокса феморалис. Она образуется между головкой бедренной кости капут феморис. Вот здесь мы можем ее увидеть. Я поверну сейчас бедренную кость. Вот вы видите головку бедренной кости. Также этот сустав образуется между уксусницей, которая находится на тазовой кости. Вот. Ацетабулем. Значит, между ацетабулем и между головкой бедренной кости у нас образуется тазобедренный сустав. Если быть точнее, то у нас тут была полулунная поверхность, фасис луната. И именно эта поверхность у нас образует этот сустав. А здесь у нас проходят связки, о которых мы сейчас поговорим. Значит, мы назвали название сустава, латинское название, артикуляция кокса или артикуляцию кокса феморалис. Второе мы назвали анатомические структуры, которые образуют данный сустав. То есть, головка бедренной кости и также уксусница или ацетабулем. Теперь этот сустав у нас также увеличивается. Суставная поверхность уксусницы у нас увеличивается с помощью губ. Они у нас называются тлябиум ацетабуляри. То есть, если вы помните, между головкой плечевой кости и суставной впадиной лопатки у нас была такая соединительная тканная или хрящевая структура, которая увеличивала суставную поверхность. Точно так же на тазовой кости у нас есть такая хрящевая ткань, которая увеличивает суставную поверхность уксусницы. За счет этого головка бедренной кости больше заходит на этот сустав. И этот лябиум ацетабуляри с нижней стороны у нас переходит на поперечную связку. Вот видите, тут у нас поперечная вот такая связка. Она является продолжением вот этой губы. И она у нас продолжается на еще одну связку. И эту связку у нас называется лигаментум капитис фемерис. И эта связка у нас заходит к головке бедренной кости. Если вы помните, на головке бедренной кости у нас была такая ямочка фовиа капитис фемерис. Вот сейчас вы увидите ее. Вот, фовиа капитис фемерис. И вот эта связка лигаментум капитис фемерис именно заходит на вот эту маленькую ямочку. И эти связки, то есть лигаментум трансверсум и лигаментум капитис фемерис являются внутри суставными связками. И вокруг этого сустава у нас всегда имеется суставная капсула. Вот вы видите ее. Она тянется от наружной стороны уксусницы к межвертельной линии, также к межвертельному гребню. Вот, и внутри нее существуют вот эти две связки. И теперь рассмотрим связки, которые находятся над суставной капсулой. Теперь, какими связками укрепляется сустав? Тут у нас имеется три связки, которые укрепляют данный сустав. Первая связка, которая укрепляет данный сустав, это у нас лигаментум и лиофеморали. Или подвздошно-бедренная связка. Она тянется от спины илиакой антериор-инфериор к линии интертрахантерика. Вот тут вы можете увидеть расположение этой связки. Вот. Вторая связка, которая тянется с передней стороны, это у нас лигаментум пубофеморали. То есть, от лобковой кости к бедренной кости у нас тянется вторая связка. Вот она, лигаментум пубофеморали. Она тянется от эминенции илеопубика к передней стороне бедренной кости. И третья связка, которая укрепляет данный сустав, это у нас лигаментум ищиофеморали. То есть, от седалищной кости у нас к бедренной кости тянется вот третья связка. И четвертая связка у нас называется вот зона арбикулярия. И она охватывает шейку бедра.